привет друзья с вами канал мороз life и сегодня ребят мы имеем очень крутую возможность поговорить о языковой школе которой мы учимся это школа чех институт меня часто спрашивают как проходят там уроки у меня есть такое так вот я все не покажу нашего учителя нашего куратора это один из учителей который преподает уроки чешского для нас с алиной зовут я михаэла волкова будем сегодня общаться с нашим преподавателем переходим в класс здравствуйте михаэла здравствуйте ребята это мой учитель михаэла волкова сейчас мы находимся как видите в интерактивном классе вот здесь обычно проходят уроки в дальнейшем возможно там будут какие-то изменения так понимаю зум это будет да вот михаэла как и мы тоже является учеником но она учит русский язык для того чтобы хорошо понимать своих учеников и более комфортно общаться вот ну а мы учим у нее чешский ну что я предлагаю начинать мы сегодня разберем два основных глагола скажем чешского языка это глагол бит как бы быть и потом перейдем еще глаголу иметь мид потому что я бы сказала это главная разница между русским и чешским языком могу сказать что мы на чешском языке всегда в предложении у нас стоит глагол всегда пользуемся какими-то глаголами и например русскоговорящие не привыкнуты к этому как бы и что как бы например глагол бит почти на русском не употребляется поэтому я хочу вот эту тему сегодня разобрать посмотрим тогда глагол бит на чешском тут написан бит видим формы я форма и сем ты и сын он не это форма глагола бит тут я еще приводила примере потом и проще чем и в будущем времени ну нам сегодня хватит настоящее время если я хочу сказать что я дома нахожусь я и сем дома не могу как на русском сказать я дома я и сем нужно всегда глагол употребить ты и сын дома он и дома например или в праце на работе так далее внизу видите еще также примеры например первое предложение и сем у вас на на австиве я у вас гостях потому что сегодня тут извините опечатка суббота а значит вы не употребите вы скажете сегодня суббота но мы должны сказать днес я собота или второе предложение ты и сын спокоеный я и сэм веселая роди че и соу мили но вы бы на русском это сказали без глагола ты довольный я веселая и родители мыли ничего ничего страшного тоже понимаем я представляю как вы понимаете точнее слышите как ученики учатся и как они неправильно говорят поэтому я думаю это был глагол бит еще хотела посмотреть глагол мид в настоящем времени потому что глагол мид имеет тоже очень часто употребляется у нас даже есть несколько как их то скажем словосочетания которые на русском употребляются в другом ну я покажу потом пример поэтому он тоже является важным для чешского языка и формы тоже разных скажем лиц я мам ты маш он небо она мама мама вы мата они мои как бы я имею ты имеешь да ну вы это так почти не употребляйте у вас другая форма у меня у тебя и так далее как я уже сказала что у нас есть много каких-то словосочетаний когда употребляем глагол иметь я бы показала пример мид правду как бы быть прав быть прав ты прав она права мы скажем мам правду как бы я права ты маш правду например значит и прав она права да не имеет что-то иметь правду скажем и тут еще видим форму это уже форма виничного падежа ну это мы уже посмотрим на следующем урок скажите пожалуйста вот если вот она мама правду можно же использовать и без она просто ма правду да 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 конечно да спасибо за вопрос да на чайском языке мы почти не употребляем место имения я это сейчас показала для того чтобы нам было понятно как идет речь ну поэтому как бы в чайском предложении всегда глагол потому что мы не употребляем почти место имения значит например разница опять между русским чайским и когда это было у этого глагола бит начале тут уже приведены примере с место имениями потому что мы их не употребляем употребляем глагол бит это разница вы скажете я дома ты дома понятно кто но мы скажем и сам дома я дома и см дома например и понятно по форме глагола о ком идет речь но если дома то будет уже переводится как я есть дома да 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 и обязательно говорить я и сэм дома там я и см в праце можно сказать всем праце и всем дома этого достаточно понятно что говорю о себе потому что эта форма глагола бит форма я да ну это важно важно так понимаю запомнить потому что много ошибок делает иностранцы ну и мы в том числе которые говорят, что мы привыкли, что я это про себя говорить, а сейчас нужно просто перестроить в голове, что ИСМ это я, по сути. ИСИ это ты и так дальше. Да, часто студенты в этом ошибаются. Часто и на чийском, потому что русский и чийский очень похожие, потому что мы все это славянские языки. Часто ошибаются, например, в употреблении глагола be, самые простые предложения, они хотят сказать, что они умеют сложные словосочетания и потом сделают ошибку в таком простом предложении, потому что оно похоже, но по-другому его нужно выразить. Значит, когда, например, вот хочу сказать, что я дома сижу, ИСМ дома, да, и часто студенты говорят и на чийском, я дома. Ну, как бы на чийском это как-то не имеет... Ну, это неправильно на самом деле. Да, неправильно. Это неправильно, но чехи уже понимают, о чем идет речь, правильно? Да, конечно, конечно. Но мы же хотим выучить, как бы, правильно, как правильно говорить. Ну да. Хорошо, вам спасибо за урок. Ну, я так понимаю, мы еще продолжим. Ну, и сейчас интересует несколько вопросов, которые задавали и наши зрители, подписчики. Ну, и, в принципе, чуть-чуть познакомим наших ребят, наших зрителей с вашей школой. У меня первый вопрос. Когда и как вообще основалась школа? С чего все начиналось? Да, ну, школа образовалась в 15-м году. Значит, в 2015 году. И, как бы, скажем, основатель школы. Можно так сказать? Основатель? Конечно. Да, основатель школы. Она также учительница или преподаватель чешского языка. Она сама преподает, но у нее уже было столько студентов, что она просто не могла никак успеть. Ну, не хотела как-то отказываться от студентов. Поэтому она, как бы, основала свою школу. И уже, как бы, ну, видите, 6 лет она уже, как бы, является так же. Она сама все время еще преподаватель, но плюс еще другая школа, скажем. А вот есть какой-то критерий подбора преподавателей? Как вообще выбирают преподавателей? Чтобы тоже люди понимали, почему идут именно к вам, почему выбирают вашу школу? Какие-то критерии есть? Поняла, да. Конечно. Во-первых, я бы хотела сказать, что наши учители все носители чешского языка. Значит, вы все время учитесь с носителем чешского языка. Он знает, как все правильно, может произношение, произношение исправлять. Все просто, да. Все учители, опытные учители, значит, они учители обычно чешского языка. Значит, это преподаватели по образованию, филологи по образованию. То есть это не просто люди с улицы, которые хорошо знают чешский. Да, конечно, да, да, да. Ну, это супер. Почему выбрать нашу школу? Мы пытаемся, потому что я являюсь не только как бы преподавателем, а также куратором в школе. Значит, в первую очередь новые студенты общаются со мной. Я пытаюсь им какую-то основную информацию всегда передать. Конечно, у нас есть наш сайт, все, можете прочитать. Да, да, да. Первый, как бы, скажем, живой человек, с которым общаюсь, это я. И мы пытаемся, как бы, наша школа, мы пытаемся, чтобы смогли, конечно, на все вопросы ответить, чтобы мы пытаемся 24 часа в день быть на связи, чтобы, как бы, вы могли в любое время обращаться, так как есть разница во времени, если студент находится в России, например, да, или в другой какой-то стране, где разница во времени. Вот, поэтому пытаемся. Вот. Мы также помогаем не только с чейским языком, а помогаем и с остальными предметами. Значит, мы можем помочь вам подготовиться к вступительным экзаменам, например, в университет, по разным каким-то специ... Специальностям. Спасибо, да. Значит, это медицина или экономика. Мы вам поможем, как бы, и с, я не знаю, там, с математикой, да, мы пытаемся совсем, как бы, помочь вам не только с языком самым, а с такими-то предметами, которые вам нужно сдавать, например, экзамены, ну, уже на чешском языке. То есть, получается, чешская языковая школа, чеш-институт – это не только изучение чешского языка, а полностью такая обширная школа, ну, не по всем, может быть, конечно, предметам, но по всем основным для вступительных экзаменов, и все прочее. Да, 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 чтобы, например, студенты сдали вступительные экзаменами в разные школы или университеты. Вообще супер. Я, честно, не думал. Я только посмотрел сайт и думал, ну, наверное, изучение, индустрификация, там, дипломы и все. А так, оказывается, там еще очень много интересного. Когда живое общение, это уже все по-другому воспринимается. И когда, получается, появляются какие-то вопросы у людей, вы сможете спокойно на них ответить и помочь в этом. Это очень круто. Хорошо. Такой вопрос. Для кого предназначены курсы? Я так понимаю, что очень много студентов из разных стран. Но, опять же, такой вопрос. С какого возраста возможно начинать обучение в вашей школе? У нас, как бы, я бы сказала, что нет какой-то возраста, какого можно. Потому что у нас есть и учители, у которых есть опыт, например, вести уроки и с детьми. Значит, можно там ребенок, например, лет восемь у нас был, что я помню, лет шесть был. Значит, как бы, мы пытаемся для всех эти курсы вести. Нет никакого возраста, чтобы мы сказали уже поздно или уже еще скоро. Ну да. Значит, как я уже сказала, есть и преподаватели, у которых есть опыт заниматься с детьми маленькими. И потом уже на вашем, как бы, решении, когда хотите заниматься. Потом, конечно, уже выбираем более подходящий вариант, так как есть более вариантов у нас, как бы, курсов, скажем. Я понял. Ну, такой вот вопрос популярный от многих зрителей, подписчиков. Какой курс достаточно пройти для свободного общения на чешском языке? Ну, я понимаю, что вопрос такой достаточно сложный, потому что нет такого взмаха волшебной палочки, что вот достаточно там щелк, а один и все, ты готов, идешь, общаешься с чехами в магазин и так дальше. Ну, можно раскрыть этот вопрос с вашей стороны. Да, я вас поняла, вы правы, это я хотела ответить. Я бы сказала, что это уровень B1, B2, чтобы вы прям свободно, без каких-то длинных, как бы, скажем, чтобы вы долго думали, как правильно сказать, потому что A2, это вот там вы зайдете в магазин, вы зайдете в ресторан, ну, как бы, прям для свободного B1, B2. Хорошо. Какая сейчас стоимость? Я так понимаю, это все можно на сайте посмотреть, да, но видел цены от 6 тысяч крон, это курсы A1, если не ошибаюсь, ну и дальше уже по возрастанию, да? То есть это идет. Скажем так, что мы предоставим как индивидуальные, так и групповые занятия. Значит, вам необходимо рассматривать так же. Ну, это уже тоже, я пытаюсь, как бы, помогать этим студентам выбрать подходящий вариант. Значит, стоимость, да, начального курса, значит, с нулевого уровня до уровня A1, как вы сказали, это 5 990 крон за два с половиной месяца. Я думаю, это немного. Вот, и уроки идут три раза в неделю по 90 минут, по полтора часа. Вот, и за два с половиной месяца у вас уже уровень A1. И, конечно, после каждого курса открываем следующие курсы, которые, как бы, являются, скажем, продолжением. Значит, уровень A1, потом до уровня A2, с A2, B1 и так далее. И там стоимость отличается, но главное отличается, потому что там разное количество академических часов. Поэтому стоимость, как бы, отличается. Что касается индивидуальных занятий, там сам студент выбирает время, дни занятий. Это уже, как бы, договаривается с преподавателем, там все подстраивается под студента. У группы есть какой-то план, распространение, который нужно соблюдать. Ну, конечно, и стоимость, как бы, другая. Индивидуальная другая, как бы, программа. Вот, поэтому там стоимость по блокам. Ну, это все можно почитать на нашем сайте. Ну, я так понимаю, что в индивидуальном это такая более узкопрофильная система, то есть то, что нужно конкретно человеку, например, там сдать на права, например, либо там поступить в мединститут, например, там, или еще что-то. То есть такого плана. Да. Ну, как бы, в групповых занятиях тоже, мы, как бы, студент может поступить, например, в университет и так далее. Он может взять групповые, там, учить язык, кроме язык, и потом, например, взять несколько индивидуальных, чтобы уже подготовиться, как вы говорите, по какому-то профилю, каким-то уже более точным предметом или, как бы, с какой-то более точной целью. Михаила, вот смотрю, у вас фамилия Михаила Волкова. То есть это, я думаю, многие подписчики и зрители увидят и скажут, она что, с Россией? Объясните, пожалуйста, почему у вас русская фамилия? Я коренная чешка, значит, как бы, нет, у меня нет ни дедушка, ни там старшая, у меня нет никого, как бы, ни в России, ни в Украине, ни нигде, как бы, в такой стране. Просто моя семья вся из Чехии. Почему у меня такая фамилия? Вы не первый человек, который спрашивает, как бы, покажу на нашем интерактивной доске, что в чешском языке есть такое, что фамилия есть, как бы, для мужчин, скажем, и для женщин. Привожу пример на самой традиционной фамилии в Чехии. Это Новак. Ой, простите. Так, Новак. Новак – это, как бы, самая такая традиционная, да, много чехов, так, как бы, такая фамилия. Ну, это муж, мужчина, так, мужчина, Новак. Например, Петер Новак, да, это его имя и фамилия. Но его женщину уже зовут Новакова. Значит, мы добавляем окончание ОВА к фамилии мужского рода, скажем, для женщин. Вот, да. И мой папа, моего папу зовут по фамилии ВОЛЭК. Вот, там еще происходит, как бы, что Эйна исчезает, поэтому ВОЛКОВА. ВОЛЭКОВА – это не звучит по-чийски. Это тоже другая тема, которую мы бы, ну, могли бы заняться, ну, заняло бы это время. Значит, поэтому мой папа не ВОЛКОВ, а ЛЭКОВА – и моя фамилия ВОЛКОВА. Так что я чешка. Супер, я понял. Спасибо большое такой за развернутый ответ. Ну, да, я заметил, что много, да, не много, наверное, большинство, там, наверное, 90% фамилий женщин, девушек в Чехии с окончанием ОВА. В Чехии привыкли, и, как бы, иностранцам, скажем, у которых нет чешской фамилии, они добавляют. Значит, если возьму свою фамилию на русском, да, о премьере, я не знаю, Ирина ВОЛКОВ, да, она бы была на чешском ВОЛКОВА, как бы, если бы... Да, Чехии уже так привыкли еще, как бы, добавлять. Это ОВА, чтобы вот так ее назвали. Тоже на несколько раз слушали. Супер. Михаила, такой вот вопрос тоже от наших зрителей поступал, и делился публикацией о том, что буду делать запись нашего урока, общения с вами, и задали вопрос, если есть высшее образование украинское, и что нужно сделать для того, чтобы оно действовало в Чехии? То есть в Украине мы с высшим образованием, в Чехии мы ни с чем, но хотим, чтобы наше высшее образование действовало украинское в Чехии. Что для этого нужно сделать? Есть такие варианты в вашей языковой школе? Конечно, мы с этим студентом помогаем. Ну, я не могу дать точный ответ, потому что у каждого это по-другому. Это зависит на многих каких-то, как это сказать правильно? Ну, просто не могу дать один ответ для всех. То есть для каждого индивидуально? Да, индивидуально, да. Есть просто, есть, как бы, скажем, какие-то длинные пути, краткие пути. Говорю, зависит. Конечно, мы этим помогаем. Мы вам поможем и с переводом, и с этим, как бы, все это узнать. Это называется нострификация, нострификация, да, которая очень, скажем, желанна у студентов, потому что, да, как бы их сказали, они не хотят тратить время с тем, что у них уже образование есть, чтобы в Чехии оно как-то не действовало, да. Значит, у нас есть 8 лет опыт с этим работать. Могу сказать, что это не простой путь, но с нами, как бы, мы вам с этим поможем, что вы с нами сможете этого достичь. И, как бы, еще хотелось бы уточнить, что не работает над вашим дипломом, например, один человек, ну, это, как бы, какая-то группа или команда, или как это сказать, чтобы все было вовремя, конечно, с этим вопросом можете тоже к нам обращаться. То есть это все реально, можно обращаться. Ну, а дальше уже та группа людей уже скажет, что это возможно, невозможно, и в каком профиле, и так далее. Я уже бы вас соединила прямо с человеком, который этим занимается, и он уже вам с этим поможет. Супер, спасибо большое. Хотелось бы уточнить, простите, что это может быть диплом, как бакалавра, также уже как бы под магистратурой, так, а также это может быть как бы после 11 класса или после 9 класса, так как у нас есть разные... Аттестат зрелости, это у нас называют. Да, 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 да. Максим, да, 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 да. Там уже есть разные, конечно, варианты. Ну, со всем этим мы вам поможем. Хорошо, спасибо большое. Так, ну, еще один вопрос, наверное, будет последним, это какой уровень нужно знать для обучения в школе ребенок 16 лет, сколько времени понадобится для изучения. Я так понимаю, что это похожий вопрос с тем, что его задавал ранее, но это вопрос от подписчика, поэтому я не мог его не задать. То есть, ребята приехали в Чехию и забрали с собой ребенка, ребенку 16 лет, он не знает чешского, и вот они задают вопрос, примерно сколько времени нужно потратить на изучение языка и какого уровня достаточно. Ну, похожий вопрос и похожий ответ, потому что это тоже индивидуально. Я не могу сейчас сказать, да, это будет столько-столько времени, потому что я не знаю более подробностей, не знаю, куда он хочет поступить, на какую школу, с каким направлением, да, или какой университет. Не знаю, как бы, что он хочет просто, да, я знаю только возраст, и, как бы, да, поэтому не могу сейчас сказать, мне это нельзя не прочитать в интернете, потому что это очень тоже индивидуальный вопрос. Значит, в этом случае я бы его записала на консультацию, где мы бы поговорили, что хочет, куда хочет поступить, что хочет изучать, поможем, как уже сказала, их какой-то нострификации, если нужно будет. Просто это зависит на многих каких-то, ну, начискиваем, мы сказали много факторов, не знаю, как по-русски. Так же самое, много факторов, да? Да, значит, это очень индивидуальный вопрос. Значит, тогда лучше уже связаться прям со мной, чтобы мы уже прям точно могли точный ответ поставить. Супер, спасибо большое. Ну, в любом случае, я контакты ваши все оставляю под видео вашего института, то есть языковой школы, и кто там захочет, пожалуйста, могут обращаться, получать бонусы и от нашего канала. Вот. Вам спасибо большое за ответы, за то, что нашли время, уделили вам свое время. Ну, естественно, наши совместные с нашим уроком, я так сказать, скомбинировал это все. Спасибо за то, что не отказались провести. Ну, я думаю, мы уже увидимся в следующих уроках, правильно? Будем уже общаться уже дальше. Да, конечно. Нам тоже спасибо. Спасибо. Надеюсь, что все было понятно. Ну, что, друзья, вот такое вот вышло общение у нас с нашим преподавателем Михаилой Волковой. Если у кого-то остались какие-то вопросы, пожалуйста, под видео есть ссылочки. Заходите, задавайте, спрашивайте вопросы. Видите, также под видео есть промокод на бонусы и скидки для обучения в этой школе, поэтому используйте их по максимуму, пишите, от кого вы не узнали и так дальше и будет вам счастье и бонус. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте свои лайки. Кто не сделал подписку, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Ну, а мы увидимся уже с вами в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.